всем привет друзья добро пожаловать на канал обзор товаров из китая с вами его автор александр и сегодня у нас такая посылочка но она не из китая а как вы видите по коробке логотипу почты россии она из россии из города санкт-петербург здесь у нас должна быть игровая приставка химе 4 немножко позже я расскажу что это за приставка заказывал я ее из магазина dvplay интернет магазин у них есть канал на ютубе ссылочку на который кину ниже ну и предыстория посылки давно я хотел себе прикупить какую-нибудь приставку либо дэнди либо sega вот долго думал из в основном сейчас идет один новодел вот и долго думал покупать новодельную либо приобрести бэушную из 90-х вот и на глазами сначала попалась приставка подобная как это но другой фирмы назывался магистр титан 2 который производится в подмосковье по моему зеленограде вот и то консоль в принципе не про нее и плохие были отзывы в интернете различных форм подобной тематике но фирма new game производит и многое нас вышло что фирма так себе и что качество данных данных приставок приставок данной фирме довольно таки хромает и также мне кто-то посоветовал на форме обратить внимание на эту приставочку вот мне все понравилось посмотрел видео в интернете долго искал где же ее такую приобрести много сайтов перевозил везде где-то большие очень большую сумму за него ломили там по 2 по 2 с половиной тысячи и вот в один прекрасный день вспомнил что видел как раз обзор на данную приставку у нас на сайте интернет-магазина dvplay и собственно заказал у них отзывы про магазин были очень хорошие в интернете посмотрим что нам пришло давайте откроем как я уже сказал посылка дошла ко мне за неделю из санкт-петербурга во владимирскую область стоила данная консоль 1700 рублей плюс 130 рублей я заказал дополнительный к ней джойстик или геймпад как кому как больше нравится и и общая стоимость посылки у меня вместе с пересылкой вышло в 2260 рублей и плюс там еще где-то стоящим рублей доплатил за услуги почта россии так открываем так что у нас пакете больше ничего нет вот такой вот пакет с логотипом данной фирмы ни в коем случае не реклама то что положили фирменный пакетик очень приятно консоль данных ими 4 заказывал синего цвета да синего и пришла она бывает синего красного и так еще какая-то макулатурка так здесь сейчас посмотрю нет ты тут моих данных так вроде нет вот стоимость стоимость приставки вот 100 1700 и геймпада 120 рублей общая стоимость еще 820 вот визитка данной фирмы со штампиком все хорошо так и это вот уже идет доставка почты россии 440 рублей как я сказал дошло довольно быстро за за одну неделю вот такая вот у нас коробочка данная приставка она не проигрывает картриджи здесь уже встроенные игры как видно на коробочке их 350 350 встроенных игр там где-то около 170 игр дэнди и оставшиеся это игры на sego она эмулирует игры дэнди и серии ну такая вот коробочка с машинкой называется якобы гран туризму вот также здесь есть поддержка сди карты куда можно закинуть ром и игр то есть если каких-то игр здесь нету а их реально здесь 350 судя по обзорам что я видел в интернете не знаю какие здесь игр может быть никаких игр здесь не быть но если каких-то не будет то я думаю в интернете можно будет найти и сюда все это загрузить вот что мы видим с торца сделано в китае адрес этой фирмы которые у нас производит данную приставку вот какое-то предупреждение что нужно знакомиться с инструкцией вот здесь у нас логотип хэми 4 350 встроенных игр игровая телевизионная супер система даже так может насколько я знаю на проигрывать аудио файлы mp3 и по моему даже смотреть фотографии видео к сожалению не воспроизводит здесь также хэми 4 игровая телевизионная супер приставка супер система так ну и комплектация сама приставочка два джойстика геймпада в кабель 3 на 3 подразумевается наверное что здесь имеется стереозвук возможно посмотрим юсб кабель и адаптер питания так на этой стороне у нас хэми 4 современная игровая приставка изготовлена с использованием передовых технологий высококачественных комплектующих ну немножко конечно смешно но посмотрим приставка совместима с изи карты великолепная графика потрясающее звуковое сопровождение хэми 4 сделают игровой мир реальностью позволит игрокам в полной мере насладиться увлекательным игровым процессом так среди предустановленных игр такие хиты как 16 бит это аладдин там бэтмен контра дюна король лев мортал комбат sonic superman тетрис и 8 битам аладдин чип и дэйл контра доктор марио калаксиан супер марио брос танки 1999 многие наверное кстати я сейчас именно за этой игры за именно из-за танков покупают подобные приставки потому что свое время в 90-х в мое детство а я мое детство именно пришлось на 90-е не наконец а вот именно на все 90-е и в основном в танчике и резались ну так же контра то есть сейчас наверно многие так моего возраста именно из этих игры и покупают подобные вещи ну и мне захотелось понастальгировать ну и здесь также хэми 350 так вот 160 игр 16 бит и 198 бит немножко я ошибся когда сказал что там где-то около 178 битов на самом деле 8 битых 190 игр для сеги 160 так и 150 так игр предустановленных игр самых разных жанров обеспечивает хорошее настроение и доставляет много радости всем возрастным категориям игроков ну что здесь нас указано что открыть здесь что открываем надеюсь конечно все замечательно все работает так ну вот такая вот коробочка гарантийный талон ничего сожалению не заполнено ну и ладно так здесь руководство по эксплуатации приставки хэми 4 но ее читать не буду основное что нам надо знать я уже прочел то есть тут как подключить комплектация ну да ладно так вот значит что у нас вот джойстик так раз наверное один из тех которые я заказывал в комплекте тут два я уже сказал заказывал еще один лично оригинальный вот такой слушайте такой хороший просто нет доводилось встречаться с жестиками фирмы нью-гейм или от симбос там довольно три качества такое паршивенькое было нормал турбо соу старт мод так же кстати читал на форумах многие писали даже пломбы стоят чтобы не скрывали многие писали что к этой приставке без проблем подходят джойстики от sega и как и новодельные так и старые и у меня в принципе есть в планах возможно приобрести найти где-то в интернете старые ну и вот здесь у нас сколько 9 пиновый разъем так ну вот значит один второй джойстик третий джойстик как я сказал уже два были в комплекте и один закупал дополнительно на этом сайте у этой же фирмы так а вы кабель у них не будет тюльпана так ну будет такой качество средненькая длинный здесь где-то метра наверное метр то точно есть может больше уже где-то метр двадцать в любом случае у меня есть более хороший кабель так юсби разматываем смотрим здесь у нас мини юсби тоже довольно таки длить длинный где-то около метра да не около наверное метр есть так и вот такая вот зарядочка кстати много на алиэкспресс многие наверное видели обычно китайская зарядка такая вроде качественная даже написано хэми 4 адаптер то есть друзья здесь все серьезно не просто взяли китайскую зарядку и кинули сюда так исходящее напряжение 5 вольт 600 миллиампер модель чайна все нормально вроде так ничего не это и любит так ну и вот сама приставочка бумага антистресс куда же без нее так ну довольно таки маленькая в принципе я так и ожидал хотя многие пишут что вот я ожидал что будет больше как там sony playstation 2 ну так по первым впечатлению коробка очень такая хорошая качественная бомба есть вот разъем под наши джойстики вот все вставляется хорошо кнопка reset power питание индикатор видимо включена ли консоль или нет вентиляционные отверстия по моему кстати они фейковые а нет нет есть там есть дырочки так значит вход для mini usb видео левый и правый канал звук то есть подразумевается что здесь должно быть стерео здесь вставляется sd карта кстати плюс этой приставки по отношению к аналогу как я уже говорил да Sega магистр титан 2 я по-моему говорил да там тоже есть вход под sd карту вот а вот этот вход mini usb он внутри то есть чтобы подключить приставку к компьютеру нужно будет разбирать консоль где же консоль разбирать не надо вот сюда я думаю прикупить может флешку я так то есть на 16 гигабайт но я думаю для нее будет многовато прикуплю гигабайта на 2 я думаю вполне хватит потому что фотография не собираюсь смотреть на ней музыку тоже слушать а для игр 2 гигабайт хватит хотя возможно на первое время не хватит и тех игр что есть здесь ну вот и все что я хочу сказать про эту приставку сейчас поиграем сразу потестим посмотрим немножко я ее погоняю вот и уже немного погодя наверно может через недельку сделаю на нее обзорчик подробненько покажу какие игры что здесь есть то есть расскажу первое впечатление от игр тормозить не тормозит многие кстати говорят что на форумах ну опять же у нас на форумах много чего говорят люди диванные эксперты разные вещи говорят вроде как даже что и возможно она будет подтормаживать с играми от серьги не знаю посмотрим я больше покупал из-за игр дэнди вот потому что моем диск сожалению не было приставки серия вот сегодня все вот такая вот у нас сегодня была распаковочка я надеюсь вам очень понравилось задавайте вопросы заходите в группу вконтакте подписывайтесь на мой канал ждите обзора всем спасибо пока пока удачи